Реальный сектор экономики, как часто называют малый и средний бизнес, дает до 30% валового продукта республики. Предприниматели всегда ищут новые ниши на рынке, стараясь занять выгодные позиции в разных отраслях. Но есть постоянные величины, в стабильности которых ни у кого нет сомнений. Это производство современных устройств релельной защиты и автоматики. Борьба за конечного потребителя подталкивает предприятие к разработке инновационной продукции, отвечающей запросам, по цене и, что немаловажно, качеству. Чувашские производители, объединенные в электротехнический кластер, держат марку, не уступая конкурентам. Объем заказов растет и на этом предприятии, локализованном в Чебоксарах. Центр реле автоматики занимается производством и разработкой продукции для предприятий энергетического комплекса, нефтегазодобывающей отрасли и сетевого хозяйства. Электромагнитные устройства, которые выпускаются здесь, пользуются спросом как на российском рынке, так и в странах ближнего зарубежья. Одна из новейших разработок Чувашского предприятия – электромеханическое указательное реле ОР-21. Оно используется в устройстве, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям. ОР-21 не уступает по характеристикам и ценовой политике, как отечественным, так и иностранным аналогам. Его главные преимущества – простота в обслуживании и эксплуатации. Одним словом, реле – незаменимый элемент в электросетевом хозяйстве. Говоря простым языком, релейная защита есть даже в утюге. Реле – это электромагнитное устройство, которое срабатывает при аварийных ситуациях и разрывает электрическую цепь. При этом он защищает более дорогие изделия, так скажем, силовые трансформаторы или другие такие более важные объекты. Такие субъекты малого и среднего предпринимательства вполне оказываются конкурентоспособными. Доказательство этому сегодня освоен промышленный выпуск указательного реле ОР-21. Это по-настоящему инновационная продукция, которая достаточно высоко конкурентоспособна, импортозамещающие свойства имеет. Кроме того, команда данного проекта не останавливается на достигнутом. У них еще есть много планов на производство различной продукции. Электроэнергетика для Чуваши – стратегическая отрасль. Среди производителей релейной защиты и автоматики немало крупных предприятий, но и субъекты малого и среднего предпринимательства занимают свою нишу. Большим подспорьем для малого и среднего бизнеса становится государственная поддержка. За разработкой бизнес-плана на развитие деятельности центр реле и автоматики обратился в республиканский бизнес-инкубатор, который способствовал получению льготного займа от фонда венчурных инвестиций Чувашской республики. Получая мы льготный займ, мы сразу же финансы распределили на производство, купили новые станки для разработки новых устройств. Купили мы радиальные и тороидальные намотки станки для катушек, начали сами монтать для реле. Это, естественно, дал нам возможность более детально подойти и производство наладить так, чтобы на большее количество и скорость производства увеличить. В планах предприятия расширение производства. Здесь тоже вся надежда на господдержку. Предприниматели рассчитывают на получение дополнительных инвестиций в рамках участия в проекте выращивания, которые реализуются в Минэкономразвитии Чуваши, Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства совместно с Республиканским бизнес-инкубатором Центра «Мой бизнес». Получить финансовую поддержку, индивидуальную карту развития предприятия, расширить производство и определить точки роста. Такие возможности открываются перед участниками данной программы. Меры поддержки, которые предоставляют Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес», просто необходимы как начинающим предпринимателям, так и тем, кто на рынке уже не первый год. У нас в плане в дальнейшем не только разработка электродных микроэлектродных крыльев, мы хотели бы еще производство начать, миниатюрных электромеханических крыльев, которых у нас в РФ просто не хватает. Для субъектов малого и среднего бизнеса участие в проекте выращивания – это неплохая возможность заявить о себе и занять новые ниши в условиях растущей конкуренции. Пожалуй, это и есть ключевая задача государственной поддержки – помочь бизнесменам, чтобы потом получить отдачу. Только на территории Чувашской Республики насчитывается порядка 42 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Перспективы развития своего дела, актуальные вопросы всегда обсуждаются на бизнес-встречах. За прошлый год предоставлены займов на сумму более 700 миллионов рублей. Это говорит о том, что меры поддержки достаточно востребованные. Предприниматели на различных этапах развития бизнеса обращаются к нам. Это и молодые предприниматели, начинающие. У нас нет ограничений по срокам регистрации. Кроме того, с недавнего времени у нас открылось представительство МСП Банка. И те предприниматели, которым требуются кредиты в чуть большей сумме, на большие сроки, также могут обратиться. Пандемия диктует свои правила. Под новой реалией приходится перестраиваться практически всем сферам бизнеса. Здесь важно не просто удержаться на плаву, но и выйти в плюс и с минимальными потерями. А главное продолжать развивать свое дело. В решении такой ситуации эксперты предлагают такой метод, как наставничество. Бис-инкубатор год, ежегодно проводит действительно огромное количество мероприятий. Это и семинары, это тренинги, интенсивы. С этого года мы ввели такой инструмент, как бесплатная разработка сайта. Мы призываем использовать все ресурсы, которые есть у нас на базе центра «Мой бизнес», на базе бис-инкубатора. Создание специальных условий для бизнеса Чуваши в период пандемии – приоритетная задача. Так, Министерство экономического развития региона упростило получение для предпринимателей таких услуг, как микрозаймы и поручительство. Сегодня мы предоставляем микрозаймы за один рабочий день. Рассмотрение идет за один рабочий день. Здесь нет требования о том, чтобы у вас не было задолженности перед бюджетом. Здесь рассматриваются даже и должники. Все понимают, что текущие условия повлияли на многие сферы бизнеса. Гарантийный фонд, в свою очередь, увеличил гарантийное покрытие до 80%. Это говорит о том, что 80% от тех обязательств, которые вы привлекаете в банки, будут обеспечены поручительством фонда. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест – один из пунктов индивидуальной программы социально-экономического развития республики. К этой цели Чуваши идет поэтапно, реализуя приоритетные проекты. Продолжение следует... Продолжение следует...